Всем привет, с вами Мимик и мы, как обычно, проходим Стару Дивали. В общем, написали нам, что у нас готова наша медная кирка, то есть медный топорик, теперь медная кирка. Хорошо. По обычаю, как обычно, смотрим завтра солнечный день. Предсказания, духи сегодня очень рады. Хорошо. У нас письмо. Уважаемый сосед, надеюсь, вы уже освободились в своем... А, освоились в своем новом доме. Я пишу вам, чтобы сообщить, что теперь у Пьера продаются удобрения. Почему бы вам не заглянуть и не купить немного? Окей. Поливать будем попозже. Сейчас. Котяра. Она вроде бы помявкала, поэтому давайте посмотрим еще раз. Не знаю, почему иногда глючит наш кошек. Ну вот, сейчас работал. Хорошо. Поливать будем позже. Сейчас у нас пробежка за морожкой. Вот ягода. Хоть мы и выучили навык-собиратель, шанс на двойной дроп. По-моему, он как раз-таки на морожку не особо и работает. К сожалению. Было бы, конечно, шикарно. Но нет. Блин, у вас здорово. Ты будешь надо мной издеваться. И никому не мешаю. Не хочу я на тобой издеваться. С тобой же, друганой. Ты все хочешь, чтобы с тобой... Не игрались, а издевались. Собираем нашу милую, добрую морожку. Ну что, 24 штуки насобирали. Охренеть. Нормально, нормально. Собираем, пока дают, как говорится. Потом уже будем разбираться. Со всем остальным. Вышел он у нас тоже. Цветочек есть. Сработал как раз-таки, кстати, двойной сбор. Ну ты приколышься. Морошка. Задание у нас есть какое-то. Давай посмотрим. Я сказал задание. Не нужно, чтобы кто-нибудь занес смесляющий медную груду. 30 штук. Возьмем ноу-клинт. По-моему, охренел. Немножко. Опа. Луха. Здесь у нас ничего. Не хотел бы потянуть время, чтобы зайти. Посмотреть насчет удобрений. Опа. Это каст-сцена. Независимо от дружбы. Добро пожаловать к Пьеру. Чем могу помочь? Кто? А, Моррис. Из Джоджо Маркета. Подходите, разбирайте народ. Купоны на 50% скидки в Джоджо Маркете. Ну, кто-нибудь хочет? Конечно же, все подойдут. А чё он? Вот собака с утолой. Не знаю. Я б ему лицо прозбил. Но мне не угнаться за их ценами. Я так буду продавать себе в убыток. Так а ты не мог ему втащить? Давай я ему втащу. Вам, наверное, тяжело смотреть, как уходят ваши постоянно клиенты. Но разве можно их винить? Очевидно, что корпорация Джоджо лучший выбор. Скоро весь город это поймет. Крыса же! По его лицу видно, что он просто крыс. Не бойся, Пьер, будем с тобой барыжить. Ну, что можно продать? Ухуис, форель. Не знаю, рыбачить я не особо хочу. Поэтому просто как бы соточку заберем. Давай посмотрим. Вот у нас есть обычное удобрение. Блин, за сотку. Ё-моё. Мы за два сока дерева делаем спокойно. Спокойно. Крынил, Пьер. Благо, сохраняющая есть почва и Скоророст. Всё. То, что мы продавали, можно выкупить. Покупать мы, конечно же, не будем. Окей. Пошли через вверх, зайдём к ленту, заберём нашу кирку. Пойдём с ним с этим бусоркой. Нажмись ты. Ничего нету. Кирка. Ляпота, вы получили кирку? Медь. Это хорошо. Ну что, расколем жоды. Шлем дворфа. Пять медной руды. Какой-то... А, малахит. Глина. Не особо я бы сказал бы, что духи нам рады. Ещё какое-то яйцо. Слонец. Малахит. Ещё один шлем. Бедна руда. Ну... Такое себе на самом деле. Ну... Ну да ладно. Пойдём сразу занесём гюнтеру. Шлем дворфов. Артефакт. Остальное у нас два минерала. У нас два минерала. Шлем. Наверное, куда-нибудь сюда положу. Это у нас минералы, поэтому... Опа. Сюда. Новый подарок. Это хорошо. Заберём подарки. Ага. Семена дыни. Сажайте летом. Мы немножко прогресс... По гюнтеру... Перегнали. Здорово, Пенни. До лета нам ещё. Ну, не совсем. Прямо не скоро, но... Ещё пока что... Стоит разгуляться. Так, выше у нас нету морошки. Собираем, собираем. Надо больше морошки. Опа. Как на Сэмиле не увидела. Интересно. Но это хорошо. О, Машни. Здорово. Мой пельмяшка Шейн уже пару месяцев живёт у меня. Он помогает мне с курами, так что я не жалуюсь. Я уже пошла тоже куда-то. Привет, сосед. Мы оба живём за городом. Это что-то означает... Ну, означает, что мы и живём за городом. Дома что у нас? В таком месте находятся. Но, тем не менее. Их всех детств нет. Надо попробовать ивент этого линуса тоже. Затригерить. Что-то там вечером, я не помню, на 2 или на 3 секса он должен начаться, когда мы вечером зайдём в город. Там пока что ни до кого нет дела, потому что у нас морожка. Кстати, странно, что нам Джоджо не дал скидку 50%. Собака такая сатулая. Только за это надо было ему по лицу надавать. Но пока не до него. У нас каждый сезон... Сной морожки вот за деревом запряталось. Да, странно, почему сбор не влияет вот как раз-таки на морожку. Может потому, что мы именно трогаем кусты, а не землю поднимаем. Не знаю, но... Ну, нам и так неплохо. Так как мы прокачали собирательство, мы по целых 2 ягодки собираем, как это обычно. Ураги собирают по одной. Опа! Мистер Шляпа начал продавать шляпы. Здесь будут появляться во время от времени разные шляпы. Котера. Он, по идее, должен вообще письмо нам прислать. Сказать, что там продаются шляпы и так далее. Здесь монета. Странно. Но тем не менее. Пол дня уже прошло, мы нихрена не сделали. Как обычно, просто походили и пособирали ягоды. Как же здесь быстрый день длится. Ничего, потом мы наверстаем упущенное, потому что... Морошка. Ты наша морошка. Надо было косу все-таки взять с собой. Ну, ладно. Тем не менее, уже... За сегодня мы 116 ягодок насобирали. Так, ниже, по-моему, да, еще было пару кустов. Окей. Вроде бы везде побыли, кроме одного места еще. Ну, в нашей правой части. Кирка, кстати. Может ли эта кирка? Нет. Эти валуны она не может разрушать, к сожалению. О, да ладно. Надо еще полить огород. Здесь мы еще не пособирали. Куча ягодок. Как-то здесь мало ягодок. Здесь у нас есть. Да, прям три куста. Финальных. Финальных три куста. Ну, тем не менее. 136 ягодок. За чисто сегодня. Не здорово ли? Просто... Объедение. Окей. Теперь мы займемся... Рис надо будет собрать. Убираем эти вещи. Скрафтим, наверное, еще один сундук. Сюда будем уложить, наверное, всякие эти артефакты. Пока еще не знаю, что с ними мы будем делать. Ну и три слитка мы сегодня сделаем. Ладно. Теперь скучное поливание. А я, кстати, не взял косу. Поливаем, поливаем. Поливаем. Завтра, наверное, пойдем в шахты. Или посмотрим, по крайней мере, хотелось бы. Давай. Заберем рис. Этот почему-то не созрел страна. Почему? Ну, да ладно. Поливаем наш сильный урожай. Кстати, что у нас? Подражено 10 ворон. Супер. Пугало, конечно, выручает. Правда, если бы оно как-то показывало границы свои, да, куда он достает, было бы еще лучше. Капусточку подберем. Так. Так, а почему ты делаешься? А, ладно. А, я знаю. Не нажималось. Пугался, когда нужно. Ты понял, почему, поэтому нажал. Причем, продолжаем. Наше прям интересное действие. Да, по крайней мере, все, что происходит, к сожалению, блин, весной. Можно, конечно, там не упороться в такое количество огорода и так далее, но я захотел упороться. Так. А, рис у меня серебряный, кстати. Ложим сюда. Ложим сюда. Не сильно интересно на эти все действия смотреть, но без них никуда. К сожалению. Потом, конечно, когда будет автоматизация, у нас больше времени будет на разные исследования. Пока что немножко страдаем. не однотипность дней, потому что и там сбор, рубка и так далее, но тем не менее. Здесь надо бы в другом месте немножко тоже разобраться, но это все мы сделаем. Все будет чики-пуки. Нормально все. Чистота и порядок, как говорится. Немножко мы деревьев потеряли. Ничего страшного. Рубим. Надо будет похавать. Тоже похавать. Похаваем. Морожку, конечно же. Еще одну штучку. Хорошо. Хорошо. Следующий, наверное, будем все-таки пытаться улучшить лейку. Значит, лейку я не знаю, там смысла в этом особого нету и улучшения. Вот лейку можно бы было бы улучшить. Надо будет в любом случае нам накопить. Еще два слитка меди. Посмотрим. 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 Так, пятнадцать. Давайте. Срубим последнее это дерево. И пойдем в бойнике. Все чище и чище. Получается у нас. Эту траву пока что я не убираю. Типа вот эту вот можно будет там убрать. Но нам нужно будет купить одну башенку. Так, это мы ложим. Так. А, еще один уголь. Видимо, мы получили башню, которая будет превращать нашу эту обычную траву в сено, которая нужна для нашего скота будущего. Поэтому, ну, как-то так. Ирку выложу. Хотя, можно взять и кирку, и меч. Место у нас позволяет так вот поставить ладо. Ложиться спать. Вот так вот у нас день получился. Забрали всего лишь кирку, пособирали морожку. Ну, в принципе. Да, теперь посмотрим, что у нас будет в семнадцатом дне весны. Уже полмесяца прошло. Тут весна у нас. Ну, и вообще сезон идет 28 дней, а не там 30. Как у нас, тем не менее. Окей. Приступаем к семнадцатому дню. Поехали. В общем, снова немножко отвлекают. Как обычно все. Завтра будет солнечно и ясно. Сегодня духи в добрым расположении. Королева соуса повтор. Мы уже видели. Капустный салат. Когда-то. Хорошо. Окей. У нас тут много всего созрело. Письма. Привет. Мой продавать шляпы. Ладно, ковбой. Приходить в старый, старый, старый дом. Ковбой. Нести монетки. Шляп на мышь. Шляп на мышь. В общем. Да, ты немножко опоздал, потому что мы вчера тебя видели, а сегодня ты только прислал нам письмо. И второе. Ага, пятихотяточку нам кто-то дал. Как там твоя загородная жизнь? Без тебя здесь одиноко, но я горжусь тем, что ты делаешь. С любовью, папа. По скрипту нашел тут конверт с деньгами. Деда, для тебя. Дед нам когда-то прислал деньги и забыли. Ладно, пособираем попозже, потому что у нас среда. В среду пьер не работает, поэтому вечером, когда будем поливать, уже закинем нашу будку. Ладно. Котяра. Водичка. Ну и по традиции. Погнали. Искать мороженое. Да. Разнообразие таки придет. Что тут я могу поделать-то? Профиты. Профиты лучше. Кота. Дикого разнообразия. Линус. Линус, ты там снова поливаешь мою мороженую? Ах ты ж гад. Я буду вынужден остерегаться незнакомцев. Немногим нравится дикий человек. Три сердечка. Опа. Значит, и слейно. У нас сегодня тоже будет три сердечка. Так, здесь у нас мороженое. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Да, надо будет залезть посмотреть вообще по этим... И винтиком. Слей мы уже видели. Один, поэтому... Нормально. Все равно же, она или поздно, соберем их все. Они там... Не сложно достаются. Особых каких-то действий не нужно будет совершать. Собираем наши ягодки. Снова задание. У нас же есть одно задание. Странно. Требуется помощь. Стараюсь сохранить рыбацкое искусство за полчасто монет. Тому умельцу, который выловит большеротового окуня. Но задание возьмем. Делать его не будем. Не хочу пока что там рыбалить. Порыбалим. Ну, наверное, летом начнем. Браться за это дело. Опа. С животу кто-то выкинул. Гюнтер, ах ты ж. Скотина такая. Давай сразу пока рядом с кузнецом расколем ее, чтобы она не вылилась. Руда всего лишь. Не густо, конечно. Ну, ладно. Так. Мароха, мароха. Дай мне гороха. Быстро. Опа. Хлебушек кто-то выкинул. Зачем выкидывать хлеб? Мы соберем люди, не горько. Заховываем. А вчера мы, кстати, куда как-то не заходили на пляжик. Поэтому зайдем сегодня. Не густо, но... Смотри, как прокает. Два морского езжает. Два корала прокнуло. Сбор, ну, работает. И хорошо так работает. Навык. Видимо, именно, что он работает только на те вещи, которые мы прям именно подбираем. Морошка не является подборным предметом, потому что мы именно используем... Так, мусор какой-то подберем. Используем именно... Активируем куст, получается. Ну, да ладно. Снова же. Достатка в ней прям... Ноль. Можня. Дорогаемся с тобой. Косом можно косить сено на корм животных. Ну, или можешь купить сено у меня, конечно. Деньги мне пригодятся. Адьос. Адьос же, а не адьос. У меня. Да, Мажни, одно сердечко, это хорошо. Здорово, Алия. Это уже... Да, это демо сидит. Для Джорджа Найт 2.0. Их, похоже, выпустили целый миллиард. Этот мусор можно будет потом перерабатывать. На полезные вещи. Только... Поэтому, ну, пускай будет. Застрял немножко. Да, теперь уже бежим сюда. Не за луком. Лук вообще пофиг. Нашей любимой морохой. Насколько нам ее, интересно, хватит? Прям не знаю, но... Думаю, надолго. Шляпник. Здорово. Шляпный мышь. Или как тебе там зовут, мистер мышь? В письме же можно прочитать? Да, вот. Шляпный мышь, да. Хорошо. Тем не менее, снова полдня у нас прошло. Блин, смотри, сколько ее там. Ага, жесть. Лея вышла подышать. Взяла бы удочку. Рыболела бы потихоньку. Потихоньку бы. Зарабатывала бы деньги. У нас есть, кстати. Как-то так, давай. Бавимся здесь. От мусора. Потом как-нибудь придем с косой и... Вырубливаем там, кстати, я. Сломал древесину. Ладно. Причем так, мы же еще не поливали. Дикий хрен. Пороха. Так, нам осталось еще в правую сторону зайти. И вроде бы все. С мугрохой, по крайней мере, на сегодня покончено. Смотри, как преобразился у нас. Преобразилась, по сути, ферма. Дрова, конечно, зарастает. Нужно будет эти башенки покупать. На них, по-моему, из такого важного медные слитки нужны. Чтоб пять, по-моему. Или что такое. Камни. Глина. Глина там немного. Потому что все у нас сейчас убирается в медные слитки. Ну, как только начнем нормально полноценно ходить в шахту, то с этим тоже у нас проблем не будет. Только с этой дурацкой морохой. Когда мы пойдем туда? Мими-мини хлебушек я продам. Тебя продам. Ну, давай, дикий хрен продам. Как-то так. Батон оставлю. Там у нас помещаются лук-палей. Мусор. Мусор. Сюда пока что локировать. Медная руда. Хорошо. Важно мы закончили. Теперь давайте будем заканчивать с приятным. Надо взять косу. Кудрявая капуста поспела. И рис поспел. Хорошо. Урожай у нас становится все меньше и меньше. Не знаю. На самом деле, вроде бы, таких главных вещей мы достигли. И сейчас бы, на самом деле, углубиться в шахту. И прям полноценно весь день там позаседать. Поэтому даже не знаю. Может, не стоит дальше садить урожай. Пока что приостановить. Куда кончилось? Надо подумать. Потому что в начале игры постоянно... Ну, когда начинаешь несколько раз подряд там играть. Начинать первый там сезон и так далее. То, вроде бы, все одинаково там происходит. Когда начинаешь более-менее думать, как что делать. А примерно уже с середины лета ты уже начинаешь думать, куда идти лучше. Туда или сюда. В любом случае, эта игра не настолько для того, чтобы там думать. Потому что здесь можно вообще ничем особо не заниматься. Поэтому... Да. Ладно. Мы все полили урожай. Я... Все-таки тупо просто продам. Главное, случайно не продать мороху. Это будет фейл. Ну и, по традициям... По традициям застреваем. По традициям дальше чистим нашу ферму. Чередуем пирку. Топором. Косу пока что особо использовать не хочу. Потому что здесь есть вот такие вот семечки. То есть, деревья, которые растут. Их можно спокойно уничтожить. Именно не то, что... Выкорчевать. А именно, что уничтожить. Я не хочу. Пускай растут. Так, собираем. Давай попробуем ходить сейчас в город. Может, наткнемся на ивент с Линусом. Или, может, мы уже опоздали. Да, да. Винт. Похоже, еноты снова вернулись. Мерзкие зловредители. Вот. И как раз вовремя, мисс. Не окажешь старику услугу? Тут за углом еноты. Припугни их, а? Один беспорядок из-за них. Вот, спасибо. Постращай их как следует, чтобы никто не... А, чтобы никогда не возвращались они. Это был я, прости. В этих баках часто бывает много свежей и горячей еды. Если я ее не заберу, она пропадет зря. Как думаешь, я поступаю неправильно? У нас есть много вариантов. Да, какие-то варианты повышают дружбу, какие-то понижают. Да, это омерзительно. Нет, не пропадать же еде. Да, это незаконно. Здесь частная собственность Джорджа. Нет, но тебе следует найти работу и прекратить паразитировать. Ну, если быть честно, вообще, как бы, да, по мусоркам лазить это такое себе. Но это же игра, и мы сами прибегаем к атакому и получаем приколюшки. То есть, если они сами выкидывают, почему бы нет хорошие вещи? Потом еще жалуются, как бы, что их собирают. Да, это омерзительно, говорить, ну, смысл нельзя вообще судить никакого общего человека в жизни, не в играх, потому что, ну, жизнь каждого человека своя, и каждый думает о своей. Нет истинной правды, по сути, поэтому лишь есть мнение правды какой-то, это личное, индивидуальное, ну, либо метод толпы, так скажем, поэтому нет. Нет, я думаю, выбрать второй вариант. Второй, это да, незаконность и честная собственность Джорджа. Причем здесь вообще собственность? Непонятно. А, ну, типа Джорджа, типа дом его, я думал, Джорджа перепутал. Ну, как бы, да, ну, был бы полностью забор огорожен, или там в доме находилось бы, но он просто мусорка. Поэтому, не знаю, насчет частной собственности нет, но тебе следует найти и работу, и прекратить паразитировать, да, ну, тоже такой себе вариант, потому что мы снова же указываем ему, что бы он делал вообще, и как жил, но это тоже не дело. Поэтому, второй вариант. Спасибо, я знал, что ты человек широкий без заглядов. Мне нравится то, что я делаю. Я ведь никому не приношу вреда. Можешь идти домой, обещай, что больше не буду рыться в мусоре. Можешь сказать ему, что феноты больше не вернутся. Да, пошел рыться в другой мусорке. Постой. Я знаю, чем тут занимался, Линус. Если тебе нужна еда, просто попроси. Я не хочу, чтобы в городе пеликан кто-нибудь голодал. Держи, я приготовил тебе целую корзину жареных кабачков. Только не забудь съесть их с моим острым соусом. Тоже возьми. Что-то он какой-то, Линус, не этот, не радостный был. Ну, в любом случае, вот такой вот ивент. Все равно, ну, надо пускай рыться. Захотел так жизнь. Да, в понимании одного, что он как бы лезет в твое личное пространство, то вещи там роются, может раскидывать, строить какой-то беспорядок. Хотя, вроде бы, нет, но все равно. Указывать кому-то, чтобы он что-то делал, ну, такой себе истинный. Правда, нет. Это, ну, в любом случае, такой винтик. Наверное, успеем еще парочку деревьев срубить, поэтому захаваем. Хаваем, давай, две морожки. Все, темнее и темнее становится. Так. Тут пройти. Винна не вижу. А почему? Да, разочек ударим по этому дереву и пойдем. Два угля нашли. Уголь довольно ценен, потому что массово его мы не можем нигде-то искать, находить. Но и ложимся спать. Вот такой вот у нас 17-й день. Фермерство. Пятый левел. Ха, интересно. И у нас выбор на две профессии. В общем, есть у нас разделение на животновода и культиватора. Первое, что мы продаем продукты животноводства дороже. Типа там всякого там, всяких яиц, молока и так далее. Второе, что культиватор, ну, урожай обычный. Мы тоже на 10% дороже продаем. Вообще, тут есть, конечно, да, вариант, чем мы будем больше заниматься. Не знаю, животноводством я особо не пытался заниматься, поэтому не знаю даже насчет его. Ну, по навыкам здесь у нас на 10-м уровне, если мы возьмем животновода, там будет выбор между быстрее приручайте животных живущих в птичники и либо приручайте животных живущих в хлеву, то есть разделение есть на птичники хлев, что тоже непонятно. Ну, блин, не знаю, на время нам пофиг, нам никуда не спешим. Культиватор же, там тоже идет разделение на товары собственного изготовления. Если мы будем делать какое-нибудь там вино и так далее, там майонез, то мы будем дороже продавать. Либо же просто земледелец, который даст нам поспеваемость урожая на 10% быстрее. Золотые руки это вообще хороший вариант взять в профи, ну, я там возьму, наверное, просто урожай, да и все. Поэтому, ну, разберемся. Поэтому пока что берем мы культиватора. Культиватор, то тоже, как говорится, довольно хорошо. По деньгам 60 за хлеб маловато. Здесь мы неплохо с пляжа срубили бабла, основную часть. Эти как-то копейки стоят наши дикие растения. Ну и урожай, цветная капуста. Вот я основной заработок принесла нам. Хотя спит она, конечно, довольно долго. Вот кудрявая капуста, она хороша, она быстро спеет и дает прибавку денег довольно большую. Ну, посолька. Такое. В общем, как-то так прошли эти наши два дня. Дальше будет у нас 18-й день. И мы уже будем проходить в следующей серии. В общем, да, по контенту не особо интересны получились. Получились в основном та же самая беготня за морожкой и чистка нашей фермы. Но, тем не менее, все равно лучше сейчас, чем потом. В общем, пока на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok